добрый день друзья добрый день итак после длительного перерыва выходит наша кухня инфодайминга нас не было на месте мы не снимали две с половиной три недели почти три почти три недели мы не были в эфире поэтому немножко сейчас пройдемся по тем событиям которые произошли за это время совсем немножко потому что у нас сегодня с вами вечером стрим и стрим у нас сегодня очень интересный про оппозицию и когда мы говорим про оппозицию даже вопросы начали присылать с политическими играми запросами что связаны до вспомнили про украину беларусь россию все я сижу и понимаю блин можем сказали что когда мы будем говорить про оппозицию мы будем говорить про коллективное человека а коллективное человека это то что его окружает во что окружает украина беларусь россия особенно когда мне из сша пишут расскажите какое будущее будет понимаете это чужие игры мы будем говорить про то как человек создает себе оппозицию как он ее создает и как ее можно рассоздать потому что как правило это создается неосознанной как правило человек не страдает вот эти механизмы которые в психике у нас заложено по созданию коллективного и если углубится то у нас у каждого свое коллективное а если еще углубится в сам механизм то там разворачиваются очень интересные вещи обо всем этом мы сегодня говорим на стриме но мы еще вернемся к этим темам чуть чуть ниже по тексту и так сегодня в 18 часов мы с вами будем говорить про оппозицию как ее раз создать потому что создаем мы ее как правило неосознанно и так что у нас было за этот период за этот период мы с ириной отделились от коллективного уехали и наблюдали роликов мы выдали много да мы написали очень большой объем книги инфодайвинг парадоксальное восприятие эта книга очень далеко ушла вперед и она на сегодняшний день мы продолжаем думать о ее издании крайне малым тиражом и распространение в очень узком круге потому что книга реально оказывается очень глубинная там все ключи по управлению по управлению реальностью единственное но у каждого человека своя реальность поэтому если вы захотите быть властителями мира то оказывается что вы властители своего собственного мира до одна оговорочка но ваш мир может быть и на весь земной шар если вы себе это позволяете если ваш силовой потенциал это позволяет но вы как только вы решили играть коллективное как правило силовой потенциал уже не позволяет и так так что же у нас произошло за этот период ну начнем с чата мам чат мам в это время очень активно работал и очень активно мы подливали масло в огонь да мы не могли просидеть посидеть и просто понаблюдать за мамами и там написать какие вы хорошие вы знаете что мы вас любим и вы всегда у нас хорошие но когда мы видим когда мама прикрывается ребенком или когда мама залазить на трон я такая крутая когда мама уходит уходит во внешнее да вот просто в распыление хочется вернуть мы очень резко возвращаем и когда возвращаем а вот это возвращение но как правило помогает всем остальным они начинают это наблюдать потому что смотрите мы во внешнее переключаемся очень легко у нас на самом деле потребность во внешнем она прописана на нашем физическом теле мы этот механизм тоже писали в книге инфо дайвинг который доксальное восприятие у нас в теле с рождения есть потребность идти вовне то есть тело растет развивается по сути дела этим обусловлен процесс старения человека вот потребность во внешнем распылении потребность в распаде в дальнейшем да то есть таким образом вот гриб растет маленький растет растет и потом распадается в труху точно также в труху распадается человеческое тело и точно также на все внимание вращено на внешнее и развернуть человека к себе невероятно сложно когда ты человека разворачиваешь как только ты его разворачиваешь у него выключается все у него выключается слух у него блокируется зрение у него вырубается память вот доходит до парадоксального когда мы порядка но я не знаю если посчитать десяти раз говорим например маме с бабушкой что ребенку нельзя давать печеньки да а мама с бабушкой уточнять мы вот вот эту муку нет а вот эту муку можно а вот эту муку а вот это мы говорим про печеньки они про муку спрашивают и все равно дают замечу так вот ты понимаешь что вот такое чувство как будто раз и шестеренки зале и заели это искрежещут и в башке ничего не происходит завис робот автомат сломался да так вот когда мы видим вот эти моменты зависания зависания кстати у нас курс начинается зависимости до из глубины это вот как раз по эти зависания когда у человека блокируется слух зрение все и он не может выйти из какой-то сюжетной линии поломашка циклическая ошибка а вот и вот когда мы с этим сталкиваемся мы тогда видим персонажа в котором лучше всего сделать прокол и запустить эту шестеренку да и тогда начинаются провороты начинается включение мозга у всех остальных и вот когда мы были на в отъезде мы как раз вот таким вот образом работали работали с чатом там у нас были и обиженные там у нас были и униженные там у нас были оскорбленные там у нас были, какие хочешь, но как человек хочет себя чувствовать, он сам так и чувствует, но на самом деле наша задача была максимально корректно сделать вот этот проход, чтобы запустить вот эти шестеринки. Чтобы вернуть опять его в поток. Чтобы вернуть в поток, чтобы человек развернулся к себе. Потому что, вот опять-таки, реальные случаи привожу. Человеку говоришь, нельзя тебе общаться сейчас с людьми. Убери все коллективное. Просто развернись к себе, научись чувствовать себя. Вот отключись и хотя бы неделю полностью изолируйся от людей. И человек проходит несколько дней, и человек пишет Я решила заниматься йогой. Все, пойду на секцию. Говоришь, а что, вот в ютубе нельзя включить йогу и дома заняться йогой? А что, так можно было? Это весело, да? Но на самом деле, человек не может без коллективного, он не может оторваться от него, он не соображает, что он создает. Ведь на самом деле, коллективное это порождение его подсознания. И, кстати, мы эти вещи очень четко доказываем в книге «Парадоксальное восприятие». Там все абсолютно логично, последовательно, что, зачем, как происходит. Вот, все описано. И человек тупит без коллективного. И в то же самое время в коллективном полностью растворяется его индивидуальность. Он, как личность, перестает существовать. Таким образом, он полностью распыляется на внешний контур и ослабевает, ослабевает, ослабевает. Вместе с этим приходят болезни, страдания. Вместе с этим приходит старение. Напрямую зависит процесс старения от распыления в коллективном. Заметьте, чем более коллективные игры были, тем раньше люди умирали. То есть неважно, они умирали через войны, через убийства и так далее. Но их продолжительность жизни резко сокращалась. Это можно, конечно, связать и с питанием, и со стрессами и так далее. Все прекрасно. У сознания нет питания, нет стрессов. У сознания есть распыление. Как только себя размазал, тебя как личности нет, ты уходишь в перезагрузку. Поэтому вот эта работа в чате велась, и там у нас было несколько мам, которые написали глубиннейшее осознание. Эти осознания тоже... Я два из них включила в книгу «Парадоксальное восприятие», потому что на самом деле это было глубоко, это было искренне, это было про любовь, это было про семейные отношения, это было про ценность себя и так далее. И это было с очень большой глубины. Это те вещи, которые просто взорвали несколько мам. И действительно в чате велась офигенная работа, за что вам всем, мамы, большое спасибо. Вот эту работу вы ведете для себя, и в то же самое время вы на основании этой работы помогаете не только своим детям, но всем детям, которые цепляют вас, и их родители цепляют, вот ваше сознание, ваше озарение. Вы помогаете друг другу, помогаете развиваться. Потому что если мы будем говорить о развитии, то развитие человека предполагает как раз-то возвращение к себе. Чем дальше от себя человек уходит, тем больше он распыляется и перестает быть индивидуальностью, тем меньше его силы. Да, парадокс в том, что мы растем, и это хорошо, да, рост – это хорошо, но в то же время по парадоксу рост – это и на разрушение идет. В какой-то момент надо вовремя остановиться и развернуться. Надо развернуться, и тогда вот в этом вот восьмерочке, если вы ее в определенных рамках будете держать, то это сохраняет и молодость, и здоровье, и интерес к жизни, долголетие, и так далее. Там много чего. Поэтому вот обо всем этом у нас было в чате, и обо всем этом у нас написано в книге «Парадоксальное восприятие». Опять я к ней возвращаюсь, потому что в ней глубоко сижу со знанием. Еще у нас за эти три недели было очень много писем. Мы отвечали на все. Вы видите, мы не пропускаем ни одного письма, не переадресовываем его никому, хотя приходило много постов, много писем, и зачастую приходят с очень дурацкими просьбами. Например, есть люди, которые просто пишут «Я хочу с вами поговорить», и начинают гнать фургу. Причем вот кто-то там умерла, вот сегодня умерла, «Мама, я хочу с вами поговорить об этом». Но мы вам еще тогда говорили, что она умрет, что вариантов нет, у сознания течет. И поговорить с нами об этом зачем? Либо мы хотим поговорить, поговорить, поговорить. У каждого свое поговорить. Мы не психотерапевты. Ребята, к нам не надо звонить и писать, что вы хотите нам задать вопросы. В инфодайлинге не предполагается прямое общение. Вообще не предполагается. Для нас вы не из нашей реальности. В нашей реальности есть только конкретный вопрос, на который мы можем дать конкретный ответ, а можем не дать, можем отправить на консультацию. То есть мы это уже видим по потребности человека. Но разговоры все на тему, как правило, разговоры для чего? «Ой, я вам не доверяю, но вы, наверное, мошенники, но мне же с вами надо поговорить, прочувствовать, потому что мне жалко потратить на себя деньги на консультацию или на обучение или еще на что-то». Или «Я жалею на себя денег на обучение, а давайте вы со мной просто поговорите, и я уже буду счастлив». Или «Я хочу вынести на вас ответственность за свои действия и не знаю, кто бы меня поддержал в моих дурацких начинаниях». Либо-либо-либо. Но вот каждый раз, когда у вас возникает желание с нами поговорить, помните, в инфодайлинге не предусмотрено прямое общение по телефону, не предусмотрено прямое общение в жизни. Оно будет предусмотрено, когда будет центр. И для этого будут специально специалисты, обученные, не мы, которые будут с вами беседовать, которые будут отвечать на ваши вопросы, которые… Но для того, чтобы опять-таки с ними беседовать, вам придется туда приехать, вырваться из своей среды, из своего коллективного и попасть на нашу территорию. И на нашей территории будут работать наши правила, и в этих правилах вам так или иначе придется меняться. То есть тогда любой диалог, он уже не будет бесполезен. Потому что если просто поболтать по телефону, и вы не меняете свой круг обитания, то ничего не происходит. Грубо говоря… Пустая трата времени. Да, это распыление ресурса. Грубо говоря, вот ребенок попадает в среду волков, он вырастет волчонком. Вот этот волчонок звонит и говорит, я хочу вернуться в стаю людей. От того, что мы поговорим с ним по телефону, он не вернется. Надо сменить среду обитания. Да? Грубо, но факт. Поэтому все варианты попробовать с нами, вот просто поговорить по телефону, когда у вас играет какая-то программа в вашей среде обитания, они разбиваются о пустоту. Еще у нас за последнее время пришло энное количество запросов на «посмотрите в будущее». Вы знаете, был период в инфодайлинге, когда мы просто всеми силами привлекали к себе внимание. Мы тогда еще многих вещей не осознавали. У нас тоже стадии развития, мы тоже меняемся, если вы заметили. И вот в этот период там были прогнозы, но в какой-то момент мы осознали, эти прогнозы мы создаем и вкидываем в коллективное сами, и потом они материализуются. То есть они, это прогнозы на будущее, это результат работы нашего сознания. Когда мы это начали осознавать, то мы поняли, что у каждого человека есть своя реальность, и у каждого человека работает свое сознание. У многих оно работает в автоматическом режиме, то есть по сути дела отключено. Но есть же те, у кого оно уже начало пробуждаться, и кто же эти вещи осознает. И вот представьте, брать и вкидывать им то, что надо нам. Но это не про развитие. Поэтому, когда мы эти вещи осознаем, мы вкидываем то, что надо нам. Но только да, из другой позиции. С другой позиции. Не для конкретных персонажей. А когда именно просят, посмотрите, будущее какое-то, то это уже изначально позиция слабого. Да. Изначально. Это и слабость. Поэтому, когда мы вот эти вещи осознаем, видим и так далее, не ждите от нас прогнозов на будущее. Максимум мы вам можем сказать, вообще все будет шикарно. И в Белоруссии, и в Украине, и в России все будет обалденно. Идет развитие. И этому развитию ничто не может помешать. Так или иначе, мир изменится. Мир изменится, потому что люди начнут возвращаться к себе. Это уже не так видно. И у них нет шанса, чтобы было по-другому. А это значит, что все, что сейчас происходит, оно происходит во благо. И даже при том, что там казалось, ажиотаж с ковидом, еще с чем-то, казалось, что плохо-плохо, люди умирают. От нас тогда, когда мы говорили о том, что наше мнение высказывали про ковид, про эту игру, нам покричали, что мы там такие, плевали в спину. Вспомните, под роликами есть то, что писали. Посмотрите, как сейчас происходит событие. Кто был прав? Да? Поэтому это все порождение сознания человека, но это все служит на сегодняшний день. Это все равно по-любому будет вести развитие общества. Из того, что еще происходило, из интересного. Знаешь, что мне запомнилось? Вот зацепила глазами. Мне запомнилось, как мы описали механизм формирования мыслей в психике человека. Как рождается в психике человека мысль, как она преобразуется в мыслеформу, как она преобразуется в сюжетную линию, и как человек погружается в проживание этого сюжета. Мы весь механизм описали подробно во всех переотражениях, причем сделали сперва это для одного персонажа, потом для двух персонажей, потом для 20 персонажей, каким образом будет выстраиваться реальность. И в процессе описания становится очевидным, почему Наталья Петровна Бехтерева считала, что мысль приходит откуда-то из космоса. То есть в мозг она приходит откуда-то из вне. Вот это извне становится очевидно. Да где же это извне? И это действительно получается иллюзия извне. Но на самом деле это все иллюзия переотражения сигналов. Сам механизм полностью описан. Я думаю, что лет через сто за него дадут Нобелевской премии. Я думаю, что раньше. Ну прям махануло уже сто. Но сам факт, мы это сделали. Мы это сделали, потому что это невероятная глубина, и это реально открытие. И очевидно. И это очевидно. Оно действительно очевидно. И после того, когда вот это все описываешь, и оно становится очевидно, становится очевидно, что человек создатель полностью своей реальностью. И человек полностью отвечает за эту реальность. И здесь идет крах всех религий. Нескромно. Но Бога так или иначе приходится вернуть обратно. Это становится очевидно. Очевидно, потому что становится очевидным ответ на вопрос, кто я. Я сейчас не буду продолжать. Просто есть стадия, когда говорят про осознанность. Для того, чтобы осознать я, по парадоксу, надо осознать не я. А как осознать это не я? Хрен его знает, что это такое. Помните сказки? Иди туда, не зная куда, принеси то, неведомо что. Так вот, оказалось, что осознать не я, это, наверное, одна из самых сложных задач в психике. И мы зашли с коллективного. Да, и мы сделали это. Мы разложили вот эти все механизмы. И на сегодняшний день продолжаем стебаться и ловить кайф от того, что мы делаем. И понимаем, что действительно наши книги войдут в историю. Вот-вот-вот осталось решить, дописать и решить, что мы будем делать с книгой «Парадоксальное восприятие». Потому что на самом деле в ней все ключи. Ключи, да, там ключи. Именно ключи ко всему. И они тогда складывают религии. То есть мало того, что там знание уже сложило их наполовину, да, глубина сейчас добивает уже ввозди в крышку гроба. А здесь это просто становится очевидным, что, блин, вот это ж на ладони, как я этого не видел. А ведь это все управление восприятием. Прикиньте, как просто. Не надо ничего придумать, не надо лгать. На самом деле ложь просто убираешь. Вот убираешь ложь. Убираешь искажение. И вдруг у тебя прояснение у вас «О, так это ж так все элементарно». Все настолько просто, что просто дух захватывает от красоты этой игры под названием «Жизнь». Да, потому что это момент схлопывания закона парадокса. Того закона, который разворачивает реальность. И вам кажется, что после того, как он схлопывается, реальность перестает существовать. Так вот нифига, пока существует ваше физическое тело, ваша реальность прекрасно будет существовать. И сознание в этом теле, пока не собирается его покидать, вот эта реальность и будет существовать. Осталось, что сделать, чтобы продлить долголетие этого тела. Ведь оно уже поддерживается в сознании. Прикиньте, какие темы интересные. Ю-ху! Кстати, еще одна новость по книге «Инфодайм. Глубина». Книга «Инфодайм. Глубина» уже сверстана. Вы даже можете видеть ее обложку у нас в Инстаграме. И я думаю, что сегодня-завтра она появится на сайте pup.by. В описании книги. То есть мы уже уделим этому время, добавим. Ее обложка получилась мне очень понравилась. Очень, очень. Она действительно из глубины. Из глубины. Сочная такая обложка. Опять-таки, книга издается. Вот это первый тираж книги. Весь первый тираж у нас идет маленький. Он маленький, потому что он коллекционный. Все остальные тиражи мы сейчас ведем переговоры с российскими издательствами. Я думаю, что книги там немножко подорожают. Но они будут идти в немножко в худшем качестве. И в большими тиражами. Посмотрим, как договоримся. Потому что мы на сегодняшний день выбираем, с кем мы будем сотрудничать именно на массовую аудиторию. Но на массовую аудиторию уйдут не все книги. Да, ну да. Увы. Но уйдет та часть, которую человек может понять. Да. То есть та часть, которую уже нельзя понять, которую нужно осознавать, она уже не пойдет. Потому что уже та часть, которая пойдет, которую человеку можно понять, можно осознать, она уже дает возможности невероятной человеку и открывает шторки его же собственной лыжи. И вот получается, что на самом деле ключевое, это ключевое, самое ключевое, это развернуть человека к себе. Развернуть и сказать, вернись к своему я. А вот представьте, вот когда у вас я, да, вынесено, и дома никого нету. Ну, как вернуться туда, где никого нету, где вы себя не интерпретируете, не слышите, не видите и не знаете, где ваш дом находится. Да, вот ключ вот именно, что не знаете, где дом находится. Как пройти этот путь? На самом деле, это сложный путь. Из вот этой вот жизни, когда ты бежишь, как белка в колесе, не видишь выхода, и вот бежишь, 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 пум, умер. Открыл глаза, роддом снова, бежишь, 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 пум, умер, да. И человек так и проживает. Вот этот круг сансара, он бесконечен. День, ночь, день, ночь, жизнь, смерть, жизнь, смерть, по одному и тому же циклу. А вот этот момент, когда вы останавливаете круг, и с него надо сойти, а дальше, а где дом, куда идти, да. Вот этот момент возвращения к себе, он начинается с того, что надо увидеть, где ваше «я». А как увидеть, если оно не в вас? И вот эти моменты, это сложные моменты. Мы, когда мы были, как раз для того, чтобы качественно было разобраться и сделать вот это погружение, мы специально продумывали с Ириной, как максимально эффективно человека развернуть к себе, как максимально эффективно помочь человеку увидеть себя со стороны и понять, где его дом. Даже не понять, почувствовать. Для начала почувствовать, потому что умом там не возьмешь. Вот эти все вещи мы сегодня дадим на коллективном погружении. Оно называется «возвращение к себе». Я понимаю, что с первого раза о возвращении речь вообще не идет, да. Речь идет пока о направлении, где себя искать, да. Так вот, а возвращение – это путь, который вы не проделаете без… Ну, можете, с нашими книгами, можете, без наших. Мы проделали это как воспоминания, но это, как Суфии говорят, 40 информационных вуалей снять. Вы можете эти 40 кругов нарезать сами, да. Но тогда вы повторите все то, что мы делали, и опишите примерно так же, и у вас будет свой путь, который вы проделали. Если вы действительно шли к себе по интересу. Вот, можете воспользоваться нашим движением и нашими осознаниями, и нашими подсказками на этом пути, как указателями. Будет проще намного. Да, но это все равно ножками и ножками будете двигать вы, не кто-то. И ключевой интерес. Когда в вас будет гореть интерес, у вас будет открываться, открываться, открываться. А знаете, кто вам должен быть интересен? Вы. Сами себе. Представляете? А это то, что самое сложное. Как правило, человек сам себе не нужен, не интересен. Человек себя не любит, не уважает, не принимает. И пошло по списочку из практики зеркала. Да? Но от того, что человек начинает делать зеркало, тоже интересная тема. Люди делают зеркало и дают обратную связь. Я в зеркале говорю себе, как я себя ненавижу, какая я дура. А теперь представьте, вы закидываете в подсознание запрос, подтверждение, как я себя ненавижу, какая я дура. Представляете, какую жизнь вы живете? Ну, дурой живете. Вы все глубже и глубже туда и закатываетесь на возную кучу. Попасть в рай для того, чтобы из него сделать навозную кучу? А где разум? А где разум? Это разум уровня жука с корабея. По-русски навозника. Поэтому, вот когда мы такие письма получаем, иногда так задумаемся и понимаем, что человек даже в зеркало сам себе врет. Сам с собой не хочет разбираться, не хочет к себе возвращаться. И все делает формально относительно себя. Ведь это тоже формализм. Когда надо задача прочувствовать, найти в себе, открыть любовь в себе, а человек просто врет на автомате сам себе, либо же кидает какую-то... И делает это, кстати, на автомате. И дело совершает на автомате, да? То это не про разум. Это про отсутствие разума, да? То еще больше отключение себя от себя. Ага. О, я каждый раз, когда задаю вопрос, да? У меня в конце потом напишут. Это какая-нибудь психотехника там от НЛП или еще от кого-нибудь. Уберите, да, а то вы нас кодируете. Да он уже закодирован. Уже куда больше? Уже автоматизирован. В книге «Парадоксальное восприятие», вот кто все-таки получит когда-нибудь ее, может быть, в прочтении, там мы четко показываем, как рождается робот, как человека можно загнать в клетку и как выгнать из клетки. Как, как, как. Там жесткая книга получается. Вообще очень жесткая книга. Это, по сути дела, книга по управлению человеческим сознанием. Там, если дать, вот просто эту книгу читать, вот сейчас на данном этапе, да, то ты будешь обижаться, обвинять, ты будешь ругаться, ты будешь плакать, ты будешь кричать. Это если дураку дать. Да, но если человек соображает, он воскресенье говорит, охренеть. Да, а так можно там прям в обвинениях, в обидках, во всем этом зависнуть просто на каждом злове. Ну, вот на самом деле это первая книга, от которой я внутри тащусь. Вот это я на ней вовлю кайф. Потому что эта книга, она просто, она состоит из ключей, она просто как чистая вода, как живая вода. Она, она сложная. То есть мы до сих пор писали элементарные вещи, которые людям кажутся сложными. Но когда мы их писали, вот мое сознание это воспринимало, что ну вы что тупые, вы этого не видите что ли? Понятно, да. Тут где понятно, да. Уже разживали куда больше, кажется. А когда парадоксальное восприятие, я сама читаю, ловлю кайф. Это первая реально сложная книга. Но это первая книга, которая действительно ставит мозг на место, если тебе интересен твой мозг. Если он есть. Если он тебе интересен твой мозг. Да, видишь как, да. Ополненная книжка. А еще из новостей у нас с завтрашнего дня начнется курс. Он называется «Зависимости из глубины». И мы участникам, а мы уже практически набрали группу, мы предупреждали, что вот как только у нас группа набирается 20 человек, у нас будет извещение и изменится цена. И с теми, кто потом зарегистрировался по другой цене, работа уже индивидуально вестись на курсе не будет. То есть мы больше 20 человек берем. Но при этом люди будут сами работать. Во время курса участвовать, да. Да, сможете работать вместе со всеми, но индивидуальной работы уже с вами вестись не будет. Так вот, курс «Зависимости из глубины». Каждый из участников, он напишет, на чем он подвис. И мне, кстати, сегодня очень понравилось. Мамы в чате сегодня обсуждали вот это подвисание. И они сами уже видят тот момент, где их зацикливает, заклинивает, и они подвисают. И когда они подвисли, вот смотрите, наше сознание, оно же всегда течет. И вот есть момент, когда человек зацепился за что-то. Вот его сознание, например, как правило, цепляется за какие-то действия в коллективном. Вот зацепился за COVID, например. Или зацепился там за конфликт какой-то. И все, сознание висит, 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 висит. И он это начинает проявлять в жизни. Человек начинает заболевать, у человека начинаются какие-то конфликты, еще что-то. То есть на чем завис, то и качаешь. Завис человек, что меня не уважают, меня не ценят. Все, ты пошел, ты уже начинаешь качать это в свою жизнь Завис, что тебе могут изменить 100% тебе изменят Завис, и это будет отражение Потому что сознание зависло Зависло, это значит, все, крючок заброшен И зацепился Зацепился интерес Вот пока держит интерес сознание Вот этот интерес удерживается И этот интерес тут же подбирает сценарий Опять-таки, весь механизм сборки сценария Весь механизм сборки сценария От момента Зацепа сознания До момента, как сформировалась мысль Потом мыслеобраз Потом, как это развернулось в сюжетную линию Где это переотражается, почему это именно так И так далее, мы это все описали В парадоксальном восприятии Так вот, все, что касается Зависимости, мы сегодня некоторые вещи Теоретически, не сегодня, а завтра Завтрашнего дня курс начинается Мы их расскажем, покажем Объясним, человек будет уже наблюдать Как это с ним происходит, что у него в башке Начинает происходить Когда он создает у себя трэш Который подкачивает в его жизнь Ту или иную сценарную линию Вот эти моменты мы будем объяснять И те моменты, на которых человек висит Надо будет сформировать в пяти предложениях То есть это то, на чем вы зависли сейчас И не можете оторваться То есть то, что вы никак не можете удалить Из своей жизни, а вам хотелось бы это удалить Вот это дело мы и будем с вами Практиковать на курсе Зависимости из глубины Почему это важно? Чтобы была помощь извне В данном случае помощь зала Потому что Когда вы живете по автоматическому сценарию По автоматическому сценарию Вы не можете выбрать даже мороженое У вас есть иллюзия, что вы выбираете А на самом деле выбор уже предопределен Все прописано И только когда ты начинаешь выносить изменения В этот клубок причинно-следственных связей Ты начинаешь какие-то сюжетики удалять, убирать На диске освобождается место И ты туда можешь склинивать другие сюжеты И получается вот эти зависимости Это удаление сразу большого куска Освобождение сразу большой сюжетной линии И сюда можно вставлять другое То есть это глобально быстро меняет жизнь Зависимости, они очень сильно связаны С материальным фактором Непосредственно с деньгами Они очень сильно связаны с чувствами То есть мы их чувствуем И они проявляются по всем параметрам жизни А как по всем параметрам жизни В реальности можно проявить? Через финансовый фактор, да? То есть вот это все вещи в психике связаны Обо всем этом будем рассказывать завтра И этот курс обещает быть очень интересным Он не останется в записи Как все курсы из глубины Потому что там будет вестись индивидуальная работа Замечу, все наши курсы Которые мы будем давать в этом году Они практически все не останутся в записи И они все будут вестись вот таким вот образом Потому что мы даем глубинные вещи И нам важно, чтобы у человека было чем их взять Потому что если нету чем взять То он потратил деньги зря А нам тогда неинтересно с людьми такими общаться То есть нам тоже хочется свои отражения видеть разумными Ну грубо, но факт Ну это так Ну да Иначе получается ты зависаешь во времени И распыляешь свой ресурс И ты потратил время зря Ну на самом деле А хочется двигаться На самом деле смотри Мы за вот этот период времени Мы сделали очень большую работу Мы практически доделали все книги, которые мы хотели У нас остается книга Инфодайинг практика Мы ее рассчитывали написать Но так получилось, что мы в глубине действительно очень сильно сидели В парадоксе И практику мы так и не дописали Пол книги написана Она пока зависла у нас Мы ее доделаем в этом году по-любому Но я уверена просто, что она немножко Даже она вот половина написана А вторая половина будет другая На другой глубине Как управление восприятием Первая часть и вторая часть Они разные по глубине Первая систематизация, а вторая уже практическая Да Ну и что еще из новостей Очень много обратной связи по индивидуальной работе Спасибо вам Мне очень понравилось Когда мне написали по консультациям Что не ожидали Вообще консультация оказалась неожиданной Как-то даже слова такие Формат консультации Мне даже захотелось зачитать Не здесь, наверное Или вот, а вот может быть Далее Вот Консультация ваша странновато, мягко сказать Ну я поверила вам Хочется обратиться к тем, кто любит немножко поиграться со свечами С зеркалами А еще, как интересно, говоришь о привороте мужика А там говорит Не-не-не-не, приворота не было Ну просто долго замуж Не могла выйти И поэтому Заказывала там через женщину себе мужчину Ну слушайте Вы назовите ламбаду как хотите Но это же ламбада Вы можете ее танцами с бубном назвать Но Суть остается сутью Суть остается сутью Да, то есть те, кто еще играется с ритуальной магией Включая религию Это, ну знаете, выкапывание себе могилы Причем оно так интересно получается Вот когда мы говорим о день-ночь Да, получается, есть заболевание Мы там насморком заболели, да И у нас там насморк в течение 10 дней Точно ОРЗ пройдет, да И вот человек каждый день ложась спать У него меняется состояние здоровья И через 10 дней он здоров Да То есть, грубо говоря, цикл составил 10 дней 10 ночей Так вот, когда человек начинает играться с ритуальной магией Получается, что вот эта жизнь у него уже идет Как одна ночь болезни Одна из 10 вот этих Одна из 10 На каком-то Но самое главное, что когда только начинается играться Игра с ритуальной магией Параллельно заболевает род Ну это заражение Заражение рода То есть, вы четко себе подписываете минимум 10 жизней Да, вот как по аналогу с ОРЗ А заболевание рода, у них же цикл еще больше у рода Да, тоже кратно больше То есть, у нас 365 дней в году И 365 дней в году умножить в среднем на 80 лет Вот у рода точно так же, только на другом цикле И весь этот цикл будет больной А это больные тела, больная психика Кстати, мы сегодня на стриме поговорим У нас был вопрос на тему психические заболевания И как с ними работать через инфодайинг Почему людям с психическими заболеваниями Вот просто так заниматься инфодайингом противопоказано Об этом всем будем говорить Там есть свои особенности Есть, когда инфодайинг нужен Есть, когда не нужен, нельзя Есть, когда обязательно окружение И так далее Мы обо всем поговорим на стриме Потому что это очень большая тема Потому что психическое заболевание Это заболевание рода Это очень большой цикл Это пробой Пробой, когда ветка рода стала гнилой Ну, это о слабости Это о слабости, это о заболевании О заболевании И лечить надо род Не одного человека Или Как у нас заболевание? Или обрезать Или обрезать Веточку обрезал, а с кого-то начал и вывел в здоровье А все остальные просто догнивают Это так же, как в жизни Или лечишься Да, если уже заболел Или умираешь От болезни Чик Отрезал И быстро И быстро Добрая Ты вообще крайне добрый человек Ну, говорю, как есть Ну, кстати Умение видеть вот эти все процессы целостно Это дает только инфодайвинг То есть, вы видите Мы даже Я понимаю, что Иногда люди шарахаются Когда ты так спокойно говоришь Об инкарнационном цикле человека Да? Как о дни и ночи У людей Мозг переклинивает Да как? Как? Жизнь конечна Вот Я сейчас умру и ничего не будет Да нифига Ты не успеешь закрыть глаза Как ты их откроешь в роддоме Вот И мы это видим со стороны Мы с этим работаем Наши практические результаты на этом основаны Наша психотехническая база на этом основана Мы это доказали через материальное проявление в реальности Да? То есть, иначе ты никак не докажешь Либо есть результат Либо нет результата Более того, наши эксперименты Если вы помните Они достаточно жесткие Есть те, которые были публично Когда мы там смерть остановили и так далее Я на некоторые оглядываюсь И я бы сегодня так не поступала То есть, тогда у меня эго немножко шалило Его надо было сдуть Вот Но Было интересно же это Ну, было интересно, да Этап такой был Понимаешь, тогда с одной стороны интерес А с другой стороны все-таки элементы эго там шалили капитально Так, естественно Но при этом ты благодаря этому Мы находили что-то И мы же двигались дальше У нас был интерес опять-таки Именно двигал интерес И благодаря этому мы шли Развивались, росли Мы не останавливались Как эго останавливает на самом деле Когда нет интересов А просто вот эго раздувается А мы смогли это перешагнуть И через что же Да, именно благодаря интересу Да Но сам факт, что вот Благодаря вот этим экспериментам Жестким Иногда бесчеловечным Да, да Мы смогли описать весь инкарнационный цикл Мы смогли показать именно течение сознания Мы смогли описать цветовые формы сознания Там и так далее Все эти вещи в книгах есть О них даже сейчас Ну, на видео и говорить не очень хочется Хотите, читайте В книгах все есть В книгах описано очень много И книги вышли Уже вышло знание Хвала Беларуси, что книга издана тут И книгу можно, кстати Кто крайне беден Можно прийти в национальную библиотеку почитать Экземпляры книги И в национальной библиотеке тоже есть Вот Сейчас выйдет глубина А без парадоксального восприятия Можно жить Можно Счастье Можно Да уже с инфодиангом счастья Можно жить счастье На самом деле так, да Да, на самом деле так А еще прочитав книгу знания Глубина И можно, в принципе, парадоксальное восприятие Уже самому осознать Даже написать самому Нет, да Я на самом деле говорю Пройдя наши книги Прочитав даже наши книги Уже может открыть У кого действительно интерес горящий Знаешь, в чем разница? Ты эти книги вспоминаешь Да А люди эти книги не читали И не знают Ну да Они где-то хранятся Мы с тобой знаем Что это все есть описанное Оно хранится Но к этому нету доступа Это мы с тобой взломали Потому что мы это читали Более того, мы это знали Мы это писали Мы это писали Да Но сейчас мы это просто все вытянули на поверхность Потому что так случилось, что мы встретились Да И до встречи, друзья, с вами Сегодня на эфире В 18 часов ждем вас на эфире В 20 часов на коллективном погружении До встречи До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok